Не все могут найти работу через интернет, а слепо доверять наружной рекламе, а потом заниматься самообещеванием, того не стоит. Альтернативой здесь служит ярмарка вакансий, которая проходит регулярно и недалеко от дома. К нам поступает вакансия от работодателей, которые проверены, которые подтверждаются бланком, и которые работодатель заверяет печатью и подписью. И если он заявил заработную плату, то он обязан эту заработную плату выплатить. Елена Филатова два года, как вышла на пенсию, говорит, за это время отдохнуть успела. Дома сидеть наскучила. Больше 30 лет она проработала в детском саду, была на хозяйстве, теперь хочет что-то похожее. Найти варианты на ярмарке вакансий, где в одном месте собрались 25 работодателей, проще. Сидят специалисты, которые все объяснят подробно, поэтому все понятно. Не каждый может владеть компьютером. Существует миф, что людям предпенсионного и пенсионного возраста найти работу сложно. В службе занятости его опровергают. Человек в любом возрасте может обратиться к специалистам службы и для него найдут занятия. Сейчас по национальному проекту «Демография» старшее поколение в регионе бонусы для организаций, которые берут на работу людей в возрасте. Им компенсируют затраты на переобучение персонала. Самая большая очередь из соискателей к компаниям из сферы обслуживания. На ярмарке вакансий можно найти не только работу, но здесь с людьми работают психологи и проводят различные мастер-классы. Например, учат, как правильно составить резюме, чтобы наверняка... Добрый день. Добрый день. Каким должно быть резюме, чтобы пригласили на собеседование? Ну, для того, чтобы ваше резюме, конечно, бросилось в глаза работодателя, оно, конечно же, в первую очередь должно быть кратким, грамотным, составленным. Ну и, конечно же, обращайте внимание, чтобы в вашем резюме была описана цель поиска работы. Обязательно здесь имейте в виду, что нужно написать и довести до работодателя ваши достижения. Работодателя – это очень важно. Есть какой-то секрет, может быть, успешный в резюме? Какие, например, качества стоит вписать, чтобы работодатель обратил на тебя внимание? Ну, конечно же, секрет какой. Я вот предлагаю, например, безработным гражданам, которые затрудняются в написании резюме, посмотреть и для себя выписать, какие требования предлагает работодатель. То есть от требований отталкиваться? Отталкиваться, конечно же, от требований работодателя. Те, кто подходящее место работы на ярмарке не нашел, здесь же обращаются к специалистам центра занятости и вместе смотрят банк вакансий центра. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Мария Левина, Николай Сидоров.